Ну что ж, друзья, всех приветствую на своем канале. Вчера анонсировала свой платицериум бифуркатум. И сегодня расскажу вам про его уход у меня, как он растет. На самом деле, папоротник неприхотливый от слова совсем. При этом необыкновенно эффектный, красавчик. Выращивать можно его в разных вариантах. Тут вот у меня нападали мошки, вчера еще не было. Это у меня на потолке живут паучки. И вот они мне тут напачкали собаки такие. Так, здесь он у меня сейчас живет. Вот в таком кашпо. Обычное кашпо, пластиковое, за 3 копейки. Я его обклеила вот такой мешковиной. Сделала в нем паяльником много дырочек. Но на самом деле, лучше бы не делала. Потому что неудобно поливать. И оказалось, ему это совсем-совсем не нужно. Живет он у меня в очень легком субстрате. В принципе, у меня их 4 штуки. Сейчас один продан был. Так, вот такой вот недавно я летом получила. Он у меня еще немножко на адаптации. Он отличается. У него вот такие вот удлиненные и рассеченные перышки. Более. Как бы отличие, видите, да? А у этого более такие лосиные, скажем, рога. И еще вот тут у меня стоит. Так. Вот этот стоит в моем субстрате. В том, в котором я все выращиваю. Вот этот стоит. Здесь больше коры. И больше сухого мха. Честно говоря, не очень мне нравится. Эта посадочка быстро пересыхает. Но он, в принципе, чувствует себя все равно неплохо. Но и тот, который в субстрате растет, тоже чувствует себя замечательно. А этот, так как он у меня на адаптации, он пришел просто во мхе. Сейчас покажу поближе. Но я ему сделала вот такую посадочку. То есть вниз я ему насыпала своего субстрата. Побольше перлитика у меня тут получилось. А сверху вот так мох с его корешками. То есть к тому, к чему он привык. Но он уже хорошенечко пустил корни вниз. И скоро я буду вот этот мох, возможно, аккуратно вытаскивать. А может быть, просто дам ему больше коршочек. И вот так вот я его привязала, потому что он привык жить вот в таком состоянии. Он висел. Но можно, кстати, так тоже его выращивать. Он наращивает вот эти ваи. Они сначала зеленые. Так, я вам сейчас сделаю паузу и покажу на другом. Но со временем многие думают, что они портятся, пропадают и их убирают. Ни в коем случае их не надо убирать. Они древесневеют. И таким образом он делает сам себе домик. Это растение эпифит. Он растет на деревьях. Вот так вот прикрепляется к дереву. Семечка попадает. Пускает своими корешками. Он держится за дерево. И наращивает, если это какое-то углубление, вот такие вот ваечки. И ими он удерживается на коре. Прирастает, как бы можно сказать. Он не прирастает, он обхватывает плотно дерево. И удерживается. Эти папоротники можно также сажать на деревянные доски. То есть прикручивать их к стене. Периодически носить в ванную. Там их замачивать. В тазике или там еще где удобно. Или просто проливать. Если у вас хорошая вода, проливать из душа. Но мне так неудобно. Мне очень удобно воду в горшочке. Никаких проблем. И даже вот я говорю, что вот это не очень правильная посадочка. Сейчас я сниму тот папоротничек. Покажу вам зеленые ваечки. Кстати, вот по освещению сразу скажу. Считается, что ему нужно очень хорошее, сильное освещение. Потому что он в принципе же растет на верхушках деревьев. И как бы любит освещение. Но у меня он растет. Прекрасно себя чувствует. Может быть он помедленнее растет. Чем в других условиях. Но мне и не нужен темп большого роста. Но выглядит он, смотрите, очень эффектно. Очень, конечно, красивый. Невероятно. Любовь. Их существует очень много видов. Там можете посмотреть. Супер. Буму. Я сейчас не вспомню все названия. Но они невероятно гранде. Они невероятно красивые. Они отличаются между собой. Вот как видите вот эти. У меня очень слабая вот эта вот лампочка. Буквально там кажется 9 ватт. Ну и соответственно она еще сама по себе очень малюсенькая. И ему прекрасно хватает. Ну здесь ему еще от этой попадает. Но она тоже, кстати, не сильная лампа. Буквально 2,5 тысячи кельвинов. Она не яркая. У меня здесь стоят самые такие вот растения, которые переносят очень слабое освещение. И горят при других любых лампочках. И вот эта лампа, она тоже достаточно слабенькая. Но он чувствует себя здесь хорошо. Я его недавно пересадила в огромный горошок. Вернее в огромное уже ведро. Сейчас вам покажу. Так, ну вот показываю вам его зеленые ваи. Вот они такие. Вот эти, это называется стерильные ваи. А вот эти ваечки спороносные. Вот эти. И со временем на них образуются, темнеют кончики с обратной стороны. Выглядит это как будто бы растение начало как-то подвидать, увядать. Но бывает, что и сухие кончики, вот тоже у него адаптация была. Сейчас у нас страшная жара и, конечно, бедные растения мучаются, потому что, ну, дико жарко. Вот. Вот это вот, это вот немножечко подсушенные. А когда он спороносит, то здесь как будто такая бархатная, коричневый такой налет появляется. Но пока у меня не спороносили. Поливаю я очень нечасто. То есть практически полная просушка грунта у него должна быть. Ну, на 80% точно. При условии, что очень-очень рыхлый субстрат. Про субстрат вы можете пройти по ссылочке, посмотреть. То есть здесь очень много коры, много разрыхлителей. Все очень мягенько, все очень легкое, воздушное. Он дышит, корешочки все дышат. Так, по удобрениям. Ну, папоротники, в принципе, любят удобрения. Но всегда лучше не докормить, чем перекормить. Это правило любого цветовода. Вот. Просвещение сказала. Напишите, хотели бы иметь такой папоротник. И, кстати, если хотели, сейчас я вам покажу. У меня в излишках сейчас есть вот такой вот папоротничек. Его уже можно вытащить. Он у меня адаптировался. Я его сажала в тепличку. Но уже можно его оттуда убирать. Вот. Чувствует он себя хорошо. Растит вот новую вайчку. Но сейчас пока такая жара, поэтому я не тороплюсь пока его вынимать из теплички. Но уже можно. Вот. Скоро выставлю его в излишки. А может быть, я планирую, у меня скоро будет уже наберется 500 подписчиков. И я сделаю розыгрыш среди своих подписчиков. И, скорее всего, он будет участвовать в этом розыгрыше. Напишите в комментариях, интересно вам это, хотели бы поучаствовать в розыгрышах. В розыгрыше в этом. Там будут несколько растений у меня. И... Но я правила озвучу позже. И он, скорее всего, там тоже будет. Поэтому я его пока не выставляю никуда. Напишите, как вам такой папоротник. Боитесь ли вы его? Хотели бы вы его? На самом деле, один я планирую делать видео «Неприхотливые папоротники». И он будет у меня, скорее всего, в этом списке. Ну, не скорее всего, а точно. Все, друзья. Какие вопросы остались мной забытые, неосвященные? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь на мои ресурсы по ссылочкам под видео в описании. Вот. Все. Всех жду. Люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok